Горячий привет всем зрителям канала Regen. У микрофона по-прежнему работает Сергей, а мы по-прежнему продолжаем прохождение игры Steel Rising, но бродим уже по просторам DLC Секреты Калиостро. Прошлый эпизод мы закончили вот здесь, в этом месте, которое, судя по всему, ведет нас на территорию к боссу. И это какой-нибудь вот этот нестабильный могильщик, наверняка. Давайте врываться, очень странно, конечно, мы с вами идем навстречу тут с одной особой. И почему, как она здесь прошла, будучи простым человеком, а не машины, мне непонятно. А, точно, ее же не трогают машины благодаря браслету. А удастся к нему как-нибудь? Подкрасться или нет? На кого эгида наводится? Либо всему разрабы. Не оставили нам такой возможности, как скрытая атака? Но она все равно прошла. Отходим. Это вот он стоит в парировании. Осторожно. Хладнокровие получено достижение, это, наверное, надо воспользоваться быстрым охлаждением какое-то количество раз. Не понимаю, как он меня... Я не слышу, что ты там говоришь. Она там что-то нам орет откуда-то из-под забора этого. Барышня. Ну, типа... Подруг там, короче, говорит. Как любая бесполезная дешевка. По-моему, когда мы с вами в первый раз встретились, вот, с этими товарищами, я вам сказал, что следующий босс будет именно вот, 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 вот такой. Судя по всему, разработчики прям так гордятся этим своим новым врагом, которого они нам придумали. Что смакуют его с невероятной преданностью. А как ты быстро разворачиваешься, ничего себе. Отходим. Отходим. Это обманчиво. Опа, готов. Истребительница некромантов. Я благодарю за твою арду, мистерная галатея. Одновременно, ты спасла мою кожу. Кстати, ты только полноценный правильный. Твой чудесный браслет быстро потерял свой эффект. Я думала, что мой час пришел. Бонзон. Я не знала, что я мог бы так быстро. Давайте вернемся к вопросу. Пожалуйста. Ты найдешь ничего? Да. Конечно. Здесь, этот пакеткай, belongs к citoyen Brisson. Истребительница. Истребительница. Уже есть угрозы, что он в порядке. Его армия будут в порядке войны. Готовы, чтобы выключить сигнал для нового Сент-Барфоломиус-дэй-массакра. Кто-то, кто пытается обеспечить правильный декретарь, будет в опасности. Алло, что ты боишься, Пьерре? Я всегда буду здесь, чтобы защищать тебя? Конечно, мадам Амазон. Но конечно. Женщина защищает мужчину. Ух! Злободневно. Какая-то хамка. Сразиться с Исполином в Центральном дворе. Еще это вот... Еще один босс нам сейчас предстоит. Правда, что ли? Ключ от модуля. Давайте мы посмотрим инвентарь. Подобрали мы вот такой карманный нож. Этот маленький нож с выдвигающимся лезвием принадлежит гражданину Бресо. Когда эгида взяла предмет в руки, ее посетило видение, в котором владелец ножа гулял по Версалю вместе с Теруань де Мерикюр в последние дни Генеральных Штатов. Бресо говорил ей о своих опасениях по поводу возможного ответа короля на решение третьего сословия. Тут, кстати, срез мы, наверное, можем открыть. Да? Или нам сюда и нужно? Нет, это срез. Да, 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 да. Вот сюда мы с вами ходили. К церкви. И не могли пройти вот через данные ворота. Все понятно. Сразиться с Исполином. То есть от одного босса сразу же к другому. Игра, зачем ты так с нами? Вот с Исполином будет уже, конечно, непросто. Потому что, ну, просто нестабильные автоматоны, это ладно, это так. Как говорится, для затравки. Но вот Исполины это проблема. 41 тысяча, кстати, душ у нас с вами. Мы можем прокачаться. Давайте воспользуемся этой возможностью. Может быть, даже еще чего-нибудь себе прикупим. Ключей от модуля у меня нет. Я пока четвертый модуль прокачать не могу. Эссенция мятежной души. Давайте используем все. Чтобы нам с вами такое прокачать. Масленку прокачать не можем. Да подожди, игра. Чтобы нам вкачать. Алхимия, ловкость. Или энергия, которая сказывается на выносливости. Или все-таки прокачать урон. Инженерное дело. Это тоже, вроде бы, как одно из свойств алхимика. Такое стандартное, прокачанное хорошо. Прочность повышает здоровье. Но в целом я пока на здоровье не жалуюсь. Может быть, нам ловкость стоит качнуть. Или все-таки мощь. Давайте мощь прокачаем. Прикупим еще алхимический капсул. 300 штук, наверное, перебор. Наверное, перебор. Почему нельзя здесь ввести какую-нибудь сумму вручную, чтобы не перелистывать? Не знаю даже. На все бабки. Да, вроде будет как-то странно. Наверное, это будет слишком. Сейчас посмотрим, что у нас по гранатам. Штук 100, наверное, я куплю. Алхимический капсул. Чтобы... Они быстро сейчас расходуются. Реально, очень быстро. Что у меня-то есть в моем снаряжении? И какой будет враг? Улучшенная разрывная 26, улучшенная парализующая 17, улучшенная огненная 19, улучшенная ледяная 18. Не так-то, в принципе, мало гранат. Но, с другой стороны, не так-то и много. Предлагаю купить 5 ледяных улучшенных. 5 улучшенных огненных... Ой, разрывных. И... А где улучшенные огненные? А где улучшенные огненные? Вот это прикол. Ха. Печально. Это печально. Ну, тогда я, наверное, куплю еще ледяных. Парализующая, может быть, конечно, тоже пригодится. А теперь давайте смотрим, что у нас надето. Улучшенная парализующая. Да, ставим. Улучшенную ледяную. Да, ставим. Улучшенную разрывную. Да, поставим. Именно улучшенные. Пусть будет так. Все, прокачались. Теперь пойдемте. Я, конечно, не думаю, что мы прям сразу на него вот тут вот наткнемся. Какой-то путь до дворца нам, безусловно, нужно будет с вами проделать. Какие жуткие руины, посмотрите. Вот это, кстати, прикольный кадр. Смотрите. Забавно выглядит. Нам бы, конечно, проспейлерить бы. С кем мы будем драться. О, ну да. Нам еще, наверное, идти и идти. Может быть, мы даже целую серию потратим на путь к этому Исполину. А сражаться с ним уже будем в следующем эпизоде. Я не знаю, насколько это путешествие растянется. Но мы, в принципе, заранее уже подготовились к этому. Думаю, что не зря. Давайте, да, ребята. Вы как-то сами. Ну, горит он плохо, по понятным причинам. Как ты меня так легко... Вот он меня с первого раза поджигает. Ему не нужно накапливать какой-то там модификатор. Нормально вот опять. Он во время моей анимации меня сбивает. Отходим. Все, разработчики, хватит. Давайте, наигрались мы с этими аптекарями. Все, давайте, убирайте. Я понял. Я понял, что вам очень это детище нравится. Вы его так смакуете. Но уже не серьезно. Вот правда, уже не серьезно. Других соперников просто нет. Они стали вместо пауков. Вот какой-нибудь крупный NPC. И вот этот чудик. В качестве сопровождающего звена. Или вот они в индивидуальном порядке. Входят здесь. Ага. Попал. Все-таки по мне ведь, а? Я уворачивался. Я где-то видел такую кладку с зеленым замком. И как будто мы ее пропустили. Слушайте. Ну ладно, уже. Я не могу вспомнить, где это было. О, пришел. Я думаю, ну странно. Не может быть здесь вот так пустынно. Пожаловал откуда? Тут тут опять какие-то копальни. У него, кстати, довольно длинный маршрут, судя по всему. Тут еще один. Вот таких почти не стало заметным мобов. Давайте дождемся, пока он вернется. Я бы попробовал со спины на него напасть. Он возвращается. Ну да, долгий маршрут патрулирования. Такое уродливое. Еще так бесит его вот эти отключенные ручки. Не успел ты среагировать, дорогуша. Давай, иди сюда. Со своей отключенной ручкой. Меня еще бесит, что она иногда отказывается бежать противнику навстречу, чтобы выполнить перекат и ударить. Вот так вот. Ангел смерти получено достижение. Наверное, нужно выполнить какое-то количество убийств. Обалдеть тут людей, конечно. Просто горами свалено трупов. Кошмар. Что творят? Машины, конечно, не знают ни жалости, ни усталости. Вот молотобоец там ходит. Но это, скорее всего, шахтер. Все, ручку выехнул. Блин, маска у него прикольная в виде какого-то черепа животного. Мне прям нравится. Этого я даже бы назвал симпатичным. Ага, здрасте. Не ожидали меня увидеть? Я, если честно, тоже не ожидал встретить вас, монстер. Крипта часовни сыну и крипта. Сам учил произносить вас и тут запутался. И тут запутался. Тут, тут, тут. Тут, 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 тут. Но этот у нас среднего уровня сложности паренек. такие вещи не выдумываешь я так подозреваю нам конечно в другую сторону но давайте посмотрим чем мы тут можем поживиться вот видите кстати из мешка что-то выпало и исчезла ой 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 вот это самый нелюбимый мой некромонгер этот так как я отпрыгиваю чё ты мне рассказываешь сказки попал он якобы меняет своим щитом вот он просто меняет направление своего удара будет он прям в воздухе разворачивается после того как промахнулся и летит уже в меня прямой наводкой хрень однозначно полная чушь поле мы сейчас какие-то проходы скрытые открываем и в итоге выйдем туда куда бы нам все равно стоило бы прийти скорее всего потому что вряд ли это какие-то секретные локации на тут мы с вами дрались странно чё ходили-то опять дворик для вы а опять дворик для выздоравливающих больных елки зеленые мы чё кругами то ходим здесь давайте еще сюда пойдем подеремся вот с этим с шахтером что-то мне подсказывает что он тут не один разумеется я же говорю вообще ни по кому не попало типа нафиг отходим классно таки да профессионально отступаюсь тык 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 отходим готов только с воды уходишь игра начинает нормально работать вот опять из мешка выпала и исчезла и вот таких мелких недочетов в игре много тут еще и над оптимизацией надо работать работать и работать и вот над такими мелочами к это новая висталка давайте мы ее активируем а это вот это он ребята это все равно получается дворик я бы вышел бы где-то там ну я не хотел так сразу подходить этот быстрый зараза будет я будем страдать этот быстрый на колесах и и и и и и и и и но это все это жопа ребята вот это сейчас точно жопа я об этом говорил в прошлые разы там с центавром еще с кем-то но вот это это жопа друзья так что это значит маратин а ясно тихо а знаете он типа как этот так надо взять нормальную лечилку этот какой-то придворный писака а давай сильные удары вида папа да хватит там вот под это тоже подсевать сейчас он как будто подольше накапливает эффект заморозки давайте-ка я сменю оружие оно конечно может быть меньше его дамажит да успокойся ты очень не вовремя кончаются у нас запас нашей прочности бой нашей выносливости конечно прям вот вообще не вовремя сейчас раз перегрев давай 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 гида опять перегрев давай есть больничный клерк вот почему он с пером ну более-менее кстати ну и куда этот циклок алиост родился да дай ему этого живительного леща пусть уже очнется али дай он тюкюми это ураль на университет ситвэн прицел ситвэн таранья плис help me динокфе чизвай тэр вот вот университет вот взялась откуда-то из воздуха Откуда-то вылезло? А мне-то здесь что-то нужно делать еще или нет? Пойдемте вместе с ними. Наверное же, это типа конец локации. Мы тут с вами уже вдоль поперек все избегали и уже и начали, по-моему, на некоторые точки на третий круг заходить. Бэктрекинга много. По-моему, это, кстати, единственный босс новый в этом дополнении. По-моему, я не знаю. Потому что я где-то в стиме, по-моему, видел, на картинках презентовали как новый босс именно его, но я не помню точное описание. Их тут несколько, может быть, должно быть. Просто мне здесь делать нечего. Пылесосить еще. У меня ключ вот какой-то остался неиспользованный. Чуть ли даже не один. Справедливо. Продолжение следует... Продолжение следует... Но все было известно. Я ждал, когда, все вновь, я взялся и взялся в амороженную карьеру. К карьеру, которую я искренне следил в Хôpital Saint-Louis, где Пьер был воприсован. Я сразу обратил в Сан-Андре-des-Арт в search of помощь, но это не было. Я оставила сообщение на мою дверь и пошла в больницу, где мой попыток избежать Пьер быстро встречается с дизастой. Если Агис не отвечал, мы бы были сделаны. Секреты Калиостро. А, так все, мы прошли ДЛЦ, что ли, получается? Да? Ну-ка. Давайте посмотрим дневник. Основной сюжет, шах и мат. Да, здесь у нас только в память о Дафине. Отголоски мы сейчас просто прочикаем, чтобы нам ничего тут не отсвечивало, как будто мы это не читали или это что-то для нас новое. Это мы все с вами видели. Все это я вам читал. Мир. Тут какие-то, наверное, автоматоны. Ну вот про еще Пьера Бресо можете тоже на паузе прочитать. Места. Кладбище, общая могила. Двухсотлетнее кладбище около больницы оказалось слишком маленьким, чтобы вместить бесчисленных жертв графа Калиостро, поэтому для них пришлось копать общие могилы. Люди, которым поручили хранить мертвых, были настолько возмущены такими жуткими обязанностями, что уже через пару дней после начала работы были заменены автоматонами. Туннель с вагонетками. В желании скрыть свою зловещую деятельность граф Калиостро приказал машинам проложить туннель, мы только что с вами там были, соединяющий больничный морг с вырытыми неподалеку общими могилами. Это позволило перевозить жертвы его экспериментов незаметно, даже не покидая пределы тюрьмы. Моратель. Король приказал создать этот автоматон, чтобы наказать писателей, публицистов и памфлетистов, которых посчитал ответственными за восстание против короны. Так родился образ колесницы, на которой стоит фигура, размахивающая пером. Оружие морателя состоит из множества лезвий, образующих перевую пластину, и стального наконечника в качестве стержня. Он невероятно стремителен и может наносить рубящие и колющие удары, а также часто использует свои чернила, легко воспламеняющие масло. Воспламеняющиеся. Мы, кстати, да, находили с вами какой-то модуль. Модуль паралича. Но мы его все равно пока поставить не можем, потому что... Потому что у нас ячейка не прокачана и ключей не хватает. А, ключ был от модуля еще один. Предметы все-таки одни. Вот чугунный. Да, вот какой-то чугунный. Его назначение непонятный. Вот обычный. Вроде бы мы с вами все пропылесосили. Хотя, ну как пропылесосили? Оббежали. Но я не нашел... Откуда этот ключ. Не получается, у нас с вами остается основной сюжет, который нам стоит продолжить. Ну, не знаю, наверное, не будем прерывать серию. Давайте продолжать. Нам нужно отправиться в Версаль. Это новая локация, мы с вами там еще не были. Я не знаю, стоит ли нам тут с кем-то поговорить. Ой, тише. Может, будут даны какие-то еще сайд-квесты. Сто процентов будут сайд-квесты. Но поговорим. О, конечно. Он квеста не дает. Ну, тут, конечно, смешали все. Вот и феминизм, и БЛМ. Ну, понятно. Все хотят получить свою аудиторию сейчас. На этом. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... А там уже посмотрим, на чем мы с вами закончим. Переписка. И гиди. На замок напали наши жизни в опасности. Приказ вернуться в Сен-Клу как можно скорее. Смерти вашего старшего сына и на причастность короля к этому делу. Так. Эжену де Вакансону. Это мы уже вроде бы все видели. Не понял. Вернуться в Сен-Клу. Да, смотрите, появилось новое задание. Переместиться в Сен-Клу. Ну давайте. Что там у нас стряслось? Я как-то забыл про эту важную, возможно, деталь кареты в качестве телеграфа, что она может быть использована. И не отслеживал записки и переписку. Сейчас осмотримся. Мы с вами здесь уже были не так давно, помните? Бегали тут, зачищали. Всех вот этих мы уже убивали, поэтому я предлагаю просто, наверное, пробежать эту локацию. Нет смысла биться с теми же самыми врагами. Только, конечно, если встреча с кем-либо не оставит нам другого выбора. Все мы тут уже с вами делали. Здесь сейчас дуболом где-то должен будет ходить. Потом толстяк. Кто-то пристал ко мне. Не понял. Тихо. Так, и опять не наведем. Вот даже судите по мне. Вот на меня наложен этот эффект электрошока. И что? Он не отнимает у меня здоровье. И что дальше-то? Вернуться в Сен-Клуб. И... Вот я здесь. Я уже опоздал? Или что? Не совсем понимаю, чего игра от меня хочет. Вот толстячок ходит. Все мы это с вами уже проделывали. Как-то мы сюда сунулись просто ради интереса. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Осторожно. Забыл. 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 Оф. Забыл. 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 Или мы сейчас еще куда-то спустимся. Не понимаю. Тут закрыто. Вернуться в Сен-Клуи. Вот здесь этот убитый... Может я тогда забежал вперед? Нашел эту записку, по-моему, возле этого солдата. Или что там было? Мы на лодке тогда, кстати, по-моему, отплывали в сам дворец. Мы уже настолько обнагрели, что даже с такими мобами вступаем в противостояние. Ой, классно-то как сделано. А, вот же у нас еще проход-то. Ёлки зеленые. Ну, за душами надо вернуться. Все усложнил. Но указатель-то все равно в эту сторону показывает. Бежим. Указатель показывает к убитому солдату. Я вот не помню, были ли эти ворота открыты, кстати. А не были. Вот у нас ворота открылись, друзья. Ну, придется сражаться. Я что-то их всех на себя тут навлек. Тихо, тихо, тихо. Тише, мальчики. Видите, как он стал пить. Раньше такой ерунды не было. Я, наверное, тогда поторопился с возвращением на эту локацию. И поэтому игра сейчас немножечко ломается. Ух ты как. Это с чего бы вдруг? Игра немножко ломается в плане направления меня. По вейпоинтам. Ага. Готов. По-моему, в этот большой сад мы с вами не входили. Это отправиться в Париж. Не нужно. Это то место, где мы с вами в самом начале игры были. Сражались на этом причале с толстяком. С нашим первым там каким-то. Большие пруды. Да, вот в прошлый наш визит здесь было заперто. При этом, когда мы бегали по Сенклу, мы где-то видели. Через ворота, вот с той стороны, по-моему. Вот этих вот шизиков. Ааа, так не бить. Да, без наведения, конечно, сражения просто бесполезны. Она и в метре перед собой не попадает. Заметим. На тебе. Все, это новая локация. Это новая локация. Модуль эффективной вентиляции. Он, наверное, снижает у нас урон от охлаждения. Ну ладно, в целом, пока вроде бы более-менее справляемся. Иногда, конечно, если применить подряд охлаждение несколько раз, то нас как бы, да, подмораживает. А что вы тут так спокойно стоите? Ну, кто из вас оживет? Наверху какой-то алибордист. Ну ладно. На. Так, здесь гоплит. Алибордист меня заметит, конечно, наверняка. Ага. Да, ну ты что? А куда капсулы-то уходят? Стою, жму кнопку, думаю, сейчас я ему как задам. А, вот как он меня смог ударить? Что за чушь? Вот, у нас теперь есть пять ключей от модулей. Мы можем прокачать себе наш модуль. Но висталка осталась позади, а возвращаться к ней... Нет, на самом деле, желания. Ну, для начала, конечно, нужно разобраться с кошаками. Потом уже с алибордистом. О, это еще вот эти противные стрелки. Хорош. Ага, я так и знал. Как раз он уже замахнулся, то... Мою анимацию он перебьет. Странно, что алибордист еще меня не заметил. Я бегаю у него под носом тут просто уже несколько минут. А ему типа норм. Я бы, на самом деле, такой бы, что напал бы на него со спины. Аккуратно. А теперь отходим. Давай, дей. Пузырек с маслом. Не очень большая награда, конечно, но... Ладно. Тут мы можем что-то открыть. А, два музыканта. Вот, кстати, вот этих мы, по-моему, шизоидов откуда-то видели. То ли вот оттуда сверху, от ворот. Да, блин, ну как я так купился? Тихо, 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 мальчики. А вот, кстати, это новые трубачи. У нас с вами трубачи обычно другие были. Ну все, они меня тут сейчас заспалили. Что ты тут делаешь, а? Ты чем заняты, чучело? Это новые мобы. Трубачи были другие всегда, просто в обычных масках. И зараза тоже душные вот иногда бывают. Да, вот, через эти ворота мы их видели из леса. Точно, мы видели их из леса, как они тут в фонтане танцуют. Теперь я вспомнил. Помню, что где-то вот... А, тут еще у нас... Вот этот дурачок. Но это пустяки. Это пустяки. Пока, кстати, у меня эффект на оружие есть. На фланг. Надо его бить. О! Не пропадать же добру. А это вообще самое начало игры. Фонарь, на который теперь можно подняться с помощью крюка, который у нас появился. Каскад. Все, вот там мы подрались. С жердяем. Этот встанет. Если что, сто процентов. Но пускай. Он нас не ждал. Чего? А, это ты здесь. Отходим. Эджида. Сейчас удалось без наведения по нему попасть. Оп. 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 Наверное, мы сначала... Пойдемте с вами до фонаря сходим. Чугун. Кто-то обрушил статую. Теперь мы на него можем подняться. Представляете? Вот столько... Времени... Чтобы вернуться... К самому началу. Ну, эти-то вообще уже не представляют для нас никакой угрозы. Хотя игра, в принципе, соперников под нас подстраивает. Некоторых. Но, как мы видим, не везде. Когда-то встреча даже вот с этими была для нас проблемой. Тихо. Кто же смог меня ударить? Какая тварь. Где? Сначала, наверное, придется все равно какой-то путь проделать. По стандартной схеме. А вот теперь... С помощью крюка... Да елы-палы, егида. Мы сможем подняться наверх. И что же здесь? Эссенция благородной души. И второй вопрос. Как отсюда так спуститься, чтобы не это... Не убиться. Только как-то так. Ну, в какой-то степени даже отрадно немножечко вернуться к началу. Единственное, что тоже не знаю. В принципе, это сайд-квест. Вряд ли он каким-то образом может сбить нам основную сюжетную линию. Тут мы что-то подобрали. Здесь есть какие-то ворота. Но, наверное, они открываются изнутри, да? Нет. Понятно. Это вдалеке Париж. Да, у нас он там Нотр-Дам. Видны башни. А что у нас тут? Видите кого-то? Я вижу вдалеке, по-моему, вот кракозябру и паука. Или это две кракозябры? А, ну и кто-то крупный в конце площади обязательно, конечно же, должен быть. Фехтовальщик. Две кракозябры и фехтовальщик. Кто-то еще где-то ходит, правда. Ну и, наверное, давайте закончим на этом. В принципе, двух боссов мы сегодня с вами побили. На новую локацию зашли. Прохождение дополнения закончили и теперь двигаемся к финалу. Поэтому, учитывая время, которое я сейчас вижу на часах, я думаю, это будет подходящим местом для того, чтобы попрощаться. Поэтому я вас искренне благодарю за просмотр данного эпизода. По традиции желаю вам успехов в повседневных делах. И, возможно, следующая серия будет у нас финальной. Поживем, увидим. Ну, а пока, пока. Берегите себя.